всем привет я мария ну можно просто маша мне так больше нравится наступила весна мы все ждем тепла и очень многих нас возникает вопрос как похудеть ну я сейчас разговор этот завела не для того чтобы объяснить как похудеть тем кто задался целью к лету сбросить два-три лишних килограмма а о глобальном похудении лично я похудела на 50 килограмм это было долго сложно но я со всем этим справилась для этого мне пришлось изменить полностью весь свой образ питания немного о себе мне 41 год рост у меня метр пятьдесят семь сейчас я вешу 70 килограмм пять лет назад кто-то скажет это много я скажу что время так быстро летит что для меня это было практически вчера я весила 120 килограмм пока не попала в ситуацию что оказалось между жизнью и смертью и просто выхода другого не было меня чтобы начать худеть и заниматься собой наверное это видео будет больше полезно для тех кто действительно весит больше 80 килограмм и кому очень сложно похудеть потому что я к таким тоже относилась я применяла на себе разные диеты рисовую дюкана углеводную безуглеводную сидела по несколько недель на супчиков для быстрого похудения ничего не помогало я срывалась набирала вес еще больше чем он был то есть от того что я расстроилась психологически это было обидно больно и я начинала есть чипсы торты печенье и все чем можно но мне было уже тяжело дышать была дышка сильная вес зашкаливал и случился гипертонический криз после которого я оказалась в больнице то ли мне хороший доктор врач попался эндокринолог то ли истечении обстоятельств ему мозг все таки решил что хватит стоп пора начать жить и жить так чтобы ничего не болело и чтобы просто продолжать дальше жить и не умереть врач мне психологически очень на тот момент мне казалось что достаточно оскорбительной форме объявил что если я не прекращу употреблять в пищу мучные изделия углеводную пищу колбасу майонеза чипсы торты я просто-напросто умру ну судя по тому что я все равно оказалась больницы именно из-за своего веса который послужил высокому давлению и сильной гипертонии я поплакала поревела и решила на зло самой себе или не знаю наверно на зло самой себе на тот момент изменить свое питание попробовать я взяла себя в руки и выйдя из больницы приступила к изучению всей информации о продуктах не дали конечно там рекомендации не диетолог а просто чисто вот этот же врач эндокринолог дал рекомендации что мне нужно убрать из моего рациона на основании тех анализов которые он провел слава богу до сахарного диабета мне все это дело не дошло но мне сказано было минимизировать углеводные продукты и полностью убрать из рациона все что связано с пшеничными изделиями рисом и картофелем ну и желательно крахмалистые овощи тоже убрать да месяц мне было очень тяжко я была готова была залезть на стену от того что хотелось есть что-либо вредное ну сказала себе так хочешь жить молодая хочешь жить делай как сказали и как говорят ученые биологический импульс организма сделал свое дело через месяц я привыкла к тому что мне многих продуктов нельзя и даже попробовав через месяц майонез от которого я полностью на тот момент уже отказалась мне показалось что он просто невкусен то есть организм мой привык к продуктам которые можно и я продолжила дальше изучать что можно делать так как в рацион изначально входили только гречневая каша на воде сваренная без соли я ее ела по 5-7 раз в день небольшими порциями чтобы не давать желудку и организму почувствовать голод и не дожидаясь больших промежутков чтобы я не схватила что-нибудь вредно и не съела это ела овощи тоже овощи пришлось много исключить капусту помидоры оставались только в основном зеленые пришлось привыкать к сельдерею поначалу мне не нравился потом вкус привычка наверное и сейчас я даже отношусь к сельдерею очень хорошо из корня сельдерея получается превосходное пюре корень сельдерея также можно запечь в гриле или в духовке он получается как печеный картофель вкус специфический сельдерея из него уходит то есть очень много блюд можно сделать из казалось бы простых продуктов которые применяются при диете и не чувствовать дискомфорт от того что чего-то тебе нельзя есть да и десерты я себе делала творожные из кисломолочных продуктов великолепные десерты делаются если вам интересно как я питаюсь а питаюсь я до сих пор так пять лет и буду продолжать питаться так уже на протяжении всей оставшейся жизни потому что это уже образ жизни от которого мне никуда не сбежать но мне от него хорошо я себя чувствую великолепно при своих 70 сейчас килограммах я летаю как птичка бегаю прыгаю улыбаюсь спортом я не занимаюсь у меня есть ограничения по занятиям спортом сейчас декабре пробовала походить на фитнес-йогу два месяца ходила результатов особенных на теле или во времени еще мало для того чтобы были какие-то видимые результаты либо у меня после процесса похудения кожа все-таки наверно ослабла и не может никак войти в тот тонус и стать достаточно упругой то есть даже если вот посмотреть на руки у меня остался вот этот жировой остаток в коже мешка после похудения то есть вот и я от него избавиться не могу гантели пробовала но вот к сожалению на фитнес-йогу не доктор сказал что нужно прекратить эти занятия больше ничем пока заниматься не могу поэтому ухудела я еще и без применения спортивных каких-то нагрузок силовых кардио но много ходила много ходила заставляла себя благо работала недалеко от дома где-то полчаса ходьбы ходила пешком они ездила на транспорте и пыталась как-то себя подбодрить также рацион питания вот еще раз скажу не надо бояться отказываться от каких-либо продуктов есть всегда продукты которые можно заменить и сделать из простой казалось бы даже гречневый каша обалденное блюдо которое может понравиться не только вам но и даже всей семье у меня большая семья у меня муж у меня двое детей у меня родители готовить мне приходится на всех готовлю пищу я на всех готовлю для себя отдельно готовлю для мужа и для детей отдельно у них у всех разные пристрастия они любят пожирнее кто-то по поджаристей послаще очень любят домашнюю выпечку да я все это готовлю спросите как тогда получается если мне нельзя продукт я могу например приготовить те же самые пироги или тот же самый суп или какое-то сложное блюдо не попробовав его на вкус к этому тоже пришлось привыкать я вымеряла пропорции смотрела соотношение продуктов время приготовления продуктов то есть все приходилось делать на глаз но за пять лет ни одного блюда которые я готовлю для своих любимых домашних семейных моих я не попробовала естественно были промахи с добавлением соли где-то со вкусом где-то совмещение продуктов но мои моя семья относится к этому положительно то есть они я выслушиваю критику пожелания какие-то комментарии по поводу приготовленного мною блюда прислушиваюсь к ним пробую экспериментирую сейчас достигла того уровня наверное так сказать что уже практически нету таких блюд которые были бы с какими-то изъянами более сложных выпечку тортов я вот еще пока не пробовала но пироги получаются какие-то минимальные выпечки получаются десерты тоже да не докладываю сахара не докладываю соли ну досолить всегда можно а сахар можно заменить какими-то добавками варенье или сгущенка мои уже к этому привыкли я считаю что на их здоровье это тоже сильно отразится только в положительную сторону если кого-то заинтересовала все вся эта проблема пишите в комментариях буду показывать рацион своего питания буду делиться с вами с удовольствием рецептами которые я лично для себя приготовление блюд использую научу какие-то делать вкусности для того чтобы порадовать свою душу и не чувствовать того что тебе все в этом мире уже все закончилось есть кроме гречки ничего нельзя и все и можно просто повеситься да так в начале в самом было ну что еще сказать дорогие мои будьте здоровы заботитесь о себе да мы все красивые полные худые любые мы красивые надо себя любить в любом теле но нужно себя полюбить до такой степени чтобы понять что лишние килограммы даже если они красивые они все таки приносят дискомфорт нашему организму к сожалению и это может закончиться не всегда хорошим образом поэтому я всем советую задуматься об этом если нужна какая-то помощь обращайтесь я не диетолог и не психолог всего сама добивалась по диетологам не ходила поэтому может какое-то общение как поддержка сможет поднять дух и помочь вам сделать то что вы хотите давно сделать если вам понравилось мое видео ставьте пожалуйста пальчики вверх лайки пишите комментарии я всем с удовольствием отвечу подписывайтесь на мой канал хорошего вам настроения большого здоровья наконец теплые весны чтобы она побыстрее наступила и всем пока пока пока